Всем привет, у микрофона Демьян, и вы на канале Эляев Толтон. На днях я наткнулся на очень золотую жилу в виде пони сериала под названием «Ты принадлежишь мне». Звучит интригующе или кринжово, а может так и так. В любом случае, давайте же посмотрим, что это. Надеемся хотя бы посмеяться. Приятного просмотра и аппетита! Здоров, если тебе YouTube плохо присылает оповещение, ну или ты хочешь следить за каждым моим вздохом или чихом в интернете, то подпишись на рассылку в Телеграме, чтобы тебе всё обо всём вовремя приходило. Ну и на основной Телеграм-канал подпишись, если несложно. Также, если я вам нравлюсь как автор, то можете посетить мой Бусти. Подписка за «Спасибо» вы меня материально поддержите. А подпиской первосмотрящей вы сможете смотреть мои ролики из основного контента одними из первых. Ещё даже за неделю до того, как я выложу видео в открытый доступ. Вот и всё. Приятного просмотра. Эй, тебе как бы там звонят? Почему мне не дают поспать? Я хотел чуть поспать. Ну и чё ты тянешь? Ответь на звонок. Наверное, это родители звонят в такое время. Так, ладно, надо вставать. Да возьми ты трубку, блядь. Возьму ещё трубку и узнаю, кто бы это мог быть. Приветик, солнышко. Ну, наконец-то до тебя дошло. Я немного озадачен тем, почему вызов автоматически не сбросился, не отвечая так долго. Не знаю, как вы, но я обычно с просоней на автомате отвечаю на звонки, так ещё умудряясь имитировать бодрый голос. Здешнему главному герою очень далеко до моего совершенства. Ин, сегодня ты переходишь в новую школу. Помнишь, учитель говорил, что ты должен перейти в новую школу, ну... Да, мам, помню. А что, уже так быстро в новую школу? То есть, уже нашли подходящую мне школу, что ли? Да, тебе нашли подходящую школу, так что ты собирайся давай. Хорошего тебе дня. А мы с папой, ну, ты знаешь, на отдыхе, на каваих, удачи. Родители года просто. То есть, они свалили, не предупредив своё чадо? Он только сейчас узнал, что переводится в другую школу? То есть, им не пришлось записываться, издавать сотни документов? Просто приходи любой желающий и учись? Капец, как удобно. Надо поторопиться, а то опоздаешься на первый день в эту школу. Ты смотришь. Столкновение двух персонажей, будущим которых будет любовная связь клише. Эм, извини меня, пожалуйста, я случайно, я не хотел. Ты хоть знаешь, кто я? Спонтанная, ты хоть знаешь, кто я такой? К чему она это? Я вам заплачу потом. Всё, конец первой серии, идём ко второй. Опоздаю свой первый же день. Здравствуйте, извините за опоздание. Автор на этом моменте решил нарисовать фон самостоятельно. И те, кто не может разобрать, что здесь изображено, то тут доска, мяуки и кокос. Я не хотела опаздывать, так получилось. Ладно, хорошо, ничего страшного, садись на первую парту, я тебя прощаю. Чё? Так просто? Сразу видно, что это не МБУ СОЖ, у нас бы за такое казни. Ничего себе, наша училка простила, не каждого прощает за такое. Училка впервые его видит, а тот опоздал, тем самым создаётся плохое первое впечатление о нём. Так что, за что она его простила? За красивые глазки? Я не знаю, как это получилось, как-то так. Да-да-да. Это же тот самый парень, которого я нечаянно толкнул. Нифига ничего не слышу отсюда. Да ё-моё, я вообще нифига ничего не слышу. Ничего не слышу. Повтори ещё 900 раз, ведь я с третьего раза не понял, что ты не слышишь. Упс. Это фиаско, братан! Упс, он меня увидел. Не давайте этому челу проходить в фар-крайе в анпосты по стелсу. Это плохо кончится. Босс, давайте же я его просто убью, тихонько никто не увидит. Ну всё, прессерф молодому. Жаль, конечно, этого добряка. Я советовал бы тебе закрыть рот свой поган. И мне решать, когда кого убивать. Если ты сейчас не замолкнешь, убью тебя. Погодите, что? Погодите, что? Погодите, что? Погодите, что? То есть, тот вывалился из укрытия, очевидно, до этого подсушая вас. А вы, возможно, раскрывали какую-то секретную информацию, раз собрались в таком укромном месте. А тот чел назвал тебя боссом. У меня есть теория, что вы мафиози. В таком случае, нелогично ли убрать свидетеля, который хоть ничего не слышал, но всё же. Назови хотя бы одну мотивацию его не убивать. Он же для тебя никто. Так ещё и угрожаешь своему помощнику, гений. Ладно, малёк, чём? Телепортируемся ко мне домой. Ты его ещё к себе домой притащишь. Ой, бля. Ладно, давайте к третьей серии. Утром. Серьёзно? Он ещё спит? Придётся будить. Эй, ты, малой, давай вставай в школу, бегом. Чё он так на меня смотрит, как будто я его желаю убить? Ммм, даже не знаю. Может, он ещё от вчерашнего не отошёл, гений? А, блин, это риторический вопрос. Ну, я надеюсь на это. Так, всё, слышь, ничего не хочу. Давай, собирайся, я тебя жду в машине. Так, короче, я сажусь с той стороны, а ты с этой. Он его ещё, блядь, на своей машине отвезёт. Ё-моё. Как же он меня бесит? Он со мной вместе в машине. Да убей ты его, в чём твоя проблема? Дома у Ина. Не, чё-то спать не хочется, пойду-ка я прогуляюсь. Тем более, сейчас ещё не ночь, вечер. Капец, я только вышла, а ещё даже нету ночи. Так ты ж сам сказал, что ещё вечер. Ну, или походу уже ночь. Ну, ничего страшного, ничего не произойдёт. Ага, конечно. Кто за мой хвост? Меня кто-то тащит? Опять он, что ему от меня надо? Только не говорите, что сейчас будет именно это самое. Эм, прости, я не понимаю, чего я слушался. Бери деньги и отпусти меня. Кто ты мне такой? И вообще, с фигали я должен тебя слушаться. Кто ты мне такой? Какой у нас нрав дерзкий, мне нравится. Слушай, зря ты так со мной разговариваешь. Ты же не знаешь, кто я. Конь в пальто. Боже, какая шутка. Да, малой, ты походу просто тупо нарвался. Но сейчас уже точно пресс-эф молодому. Или нет. Если я тебя сейчас укушу, ты же не против, да? Кровушки попью твоей. Я ничего в питье крови романтического не вижу. Камон, это чертовски больно, блин. И это, кстати, конец третьей серии. Идём дальше. Уже? Я опаздываю, нужно быстрее поторопиться. Надеюсь, я не сильно так опоздал и вовремя пришёл. Не сильно опоздал? Ты издеваешься? Ты из постели телепортировался прямиком в класс. Я просто ненавижу физру, потому что у нас там злой физрук всегда, понимаешь? Эмма, осторожно, сзади тебя, осторожно. Смотри, куда прёшь, не видишь? Я, я, я. Головка от хуя. Ой-ой, как мне неловко. А почему тебе неловко? Кто это? Это и есть физрук? Это не физрук. А, понятно, тогда кто это тогда? Ой, мамочки. Я сомневаюсь, что это твоя мама. О, Бозечки, чё мне делать? Я просто не могу. Чё делать мне? Хм, даже не знаю. Может, извиниться, идти дальше? Да не, слишком просто. Мне вчера было мало, и я многого хочу, знаешь? А я нет. И я хочу, чтобы ты свалил. Ну, я свалить не могу, потому что это моя собственность. Могу делать всё, что хочу. Да, вы всё правильно поняли. Его продали. Отчего он решает русском надзорнуться. Но такое я показывать не буду. То есть скипаем четвёртую серию. Ну серьёзно, озвучивать на фоне включенного телевизора? Или это какая-то художественная задумка? Хоть выглядит так, будто случайность, но при этом хорошо вписывается. Это же Инн. Инн, это правда ты. Я не знала, что это ты. Инн. Это насколько нужно иметь минусовое зрение, чтобы не узнать его, стоя впритык. Главное не заблудиться. Ты маленький парнишка, ты случаем не заблудился? Кто я тебя лучше не знать? Говорят, ты у Яна остановился. Я тот, кто давным, давно с ним дружь, лучший друг. Отлично, а теперь назови хотя бы одну причину, почему ГГ не должно быть по*** на тебя. Нет, возможно вы скажете, что этот новый персонаж нужен для развития новой сюжетной линии, или ещё чего. Но нет, он нужен чисто для этой сцены. Стой, куда ты? Давай ещё поговорим чуть-чуть. Нет, нет, ты не должен меня поймать. Нет, нет, нет. Кто здесь делает опять этот... Ага. Давно не виделись. Кто бы мог подумать, что он будет здесь. Я ещё вернусь, Ян, и ты за это поплачься. Окей. И что это было? Не, неправильно спросил. Зачем это было? Так, ладно, ты мне здесь подожди, сейчас принесу что-нибудь покушать нам. В любой непонятной ситуации телепортируй друга к себе домой. Нам не нужно отдохнуть, прилечь, у меня всё так болит. Ммм, больно. Как я так мог упасть? Ух, не нравится мне эта поза, в которой он упал. Я нечаянно, слушай, можешь мне помочь встать? Хорошо, я тебе помогу встать. А ты же обещал помочь встать, а не... Да, я знаю, слушай, прости, что так получилось. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Этот, который чёрный, имеет машину, личных людей, ну то есть по ней. Значит, он замешан в каких-то серьёзных делах, а значит, он точно совершеннолетний и даже, возможно, намного старше. А белый учится в школе, а от чёрного он получал кличку малого, а значит... Так, я такое осуждаю, не одобряю, и вообще, я тут не при делах. Ну его нахер, оценки не будет, я съёпаюсь. Кстати, ссылка на геймплей, кому надо, в описании. Субтитры подогнал «Симон»